12 декабря в поселке Преамурске проходило образовательное мероприятие. Проводилось оно в рамках президентского гранта подготовка и проведение четвертых межрегиональных казачьих игр «Атаманец-2020» имени Константина Локтева. Началась встреча с казачьей молитвой. Именно так назывался номер коллектива «Перепляс» села Кукелева Ленинского района. В мероприятии участвовали глава Смедовичского муниципального района Максим Шупиков, духовник Среднеамурского окружного казачьего общества Иерей Георгий, окружной, станичные, хуторские «Атаманы», команда «Атаманец» из города Биробиджан, казачата Станицы Покровская. На все образовательные мероприятия были приглашены главы администрации районов, руководители областных и муниципальных рабочих групп по делам казачества, «Атаманов», педагогов, работающих с казачатами. С приветственным словом выступил глава Смедовичского муниципального района Максим Шупиков. Я вспомнил историю освоения Дальнего Востока, вообще России, всегда шло с казачеством. Казачество – это не просто какое-то движение, это жизнь России. Вот помните. Одной из задач «Атаманца» является духовно-нравственное развитие казачат. Данный вопрос реализуется на должном уровне благодаря духовнику Среднеамурского окружного казачьего общества, члену команды «Гранта» Иерее Георгию. С добрым словом выступил окружной «Атаман» Константин Селиверстов. Я хочу вас поприветствовать на завершающем этапе «Атаманец» 2020 года, именно этапа, когда команды представляют свои презентации. Игры «Атаманец» имени Константина Локтева на территории нашей области проводились уже в четвертый раз. Всего на территории лагеря в казачью жизнь окунулось более 200 человек. В конце мероприятия были переданы книги для библиотек района казачьему классу, который создан в поселке Преамурский. Есть и именные экземпляры, которые вручали по поручению Виктора Ференцева. Один из них был подарен главе Смедовичского муниципального района Максиму Шупикову. Помощник руководителя проекта «Атаманец» Анна Еленкова поблагодарила присутствующих за участие всех и за огромную помощь правительства Еврейской автономной области. Лично губернатор автономии Ростислава Гольштейна, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Елену Никитину, начальника управления по внутренней политике Еврейской автономной области Ингу Пекарь, всех глав районов, педагогов, библиотекарей, казаков и казачат станичных и хуторских обществ, всех тех, кто помогает проекту состояться и пожелала здоровья им, а также их родным и близким. Финальным аккордом мероприятия стало общее фото на память Дарья Янечкина, Виктор Ильин, специально для программы Новости 21.